Вот, друзья мои, что вроде как опять хотят восстановить, но я думаю, что вряд ли. Кстати, слепки когда-то до того, как их поместили все вот в такой галерее сюда, находились как раз в Рафаэлевском и Тициановском зале. Они назывались первая и вторая античные галереи. Представьте, вот все они вряд так стояли в парадных залах русского искусства. О боже, боже, какая энергия бьет мне в ягодицы. Я чувствую, как я вступаю в контакт с Репиным и даже с великим князем Владимиром Александровичем. Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем открывать для вас неизвестный или малоизвестный музей, который находится в нашем достопочтимом городе Петербурге. Сегодня мы в Академии художеств. Но Академия художеств, она условно разделена на две части. То есть это сама Академия художеств, которая по-прежнему функционирует и где по-прежнему учатся студенты живописи, воянею, зодчеству и всему остальному. И здесь можно видеть, например, много всевозможных людей из восточных стран, я их периодически наблюдаю. И есть музей, про который не все знают. Я про него знал совершенно случайно, когда интересовался макетами известных наших архитектурных сооружений, и вдруг выяснилось, что здесь они есть. И это, конечно, просто снос башки, то, что мы сегодня увидим. И, естественно, надо бы, конечно, привлечь к экскурсии по этому замечательному музею человека, который в теме. И вот он перед вами. Как вас зовут? Виктория, здравствуйте. Да, Виктория нам сегодня будет рассказывать и показывать здесь, ну, конечно, не детально, про каждый экспонат, иначе мы с вами не закончим до 2026 года, а вот по каким-то главным моментам. Поэтому мы сейчас находимся на втором этаже, где находится экспозиция, посвященная живописи. Поэтому давайте мы начнем отсюда. Ну, например, про старт. Вот прям можно... Да, давайте сразу тогда начнем сначала, с момента основания Академии художеств. Основана она была в 1757 году при царственной императрице Елизавете Петровне, причем это частная инициатива ее фаворита Ивана Ивановича Шувалова, ну, личность русской истории известная, основатель и куратор Московского университета. Ну и вот помимо того, что он был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, это был интеллектуал, коллекционер, меценат. И вот по его инициативе Академия основывается. Причем, что тоже важно будет и для истории этого здания, ее сначала он планировал основать, вообще развивать в Москве. Он даже заказывает целый альбом проекта в здании Академии для Москвы, это вообще первый экспонат нашего музея, мы с вами еще наверху его увидим. То есть даже здание он планировал строить в Москве. Но, вероятно, поняв, что такой масштабный проект все-таки в столице развивать удобнее, он переводит свой первый набор студентов, 16 юношей, самые талантливые студенты Московского университета. Среди них был, кстати, и Федор Рокотов, и Баженов, которые затем составят славу первых выпускников Академии. Ну и вот с 1958 года мальчики, студенты учатся вот на этом месте. Но, как вы понимаете, этого огромного здания, тоже мы еще поговорим, тогда не было. А здесь стояли еще Петровские особняки, вот так в ряд на Неве, три дома Петровской эпохи. Вот это первое здание для Академии художеств. Очень важно, что Шувалов основал и сам музей для Академии. В 1958 году он сразу подарил 100 картин своего собрания, причем не каких-нибудь картин, это был и Рубенс, и Веронеза, и Тинторетта, то есть первоклассная коллекция. И все эти живописные полотна оказались в учебных классах и мастерских. То есть вот мальчики вчерашние, кто ремесленник, кто солдат, кто крестьянин, каждый день на каждодневной основе видели такие произведения искусства. Ну и так они использовались для изучения и копирования. Вот в этом особенность нашего музея он создавался как учебный для нужд студентов Академии. Собственно, вся эта коллекция располагалась в учебных классах и мастерских. Вот в нашем понимании такой музейной экспозиции не было еще. И она как раз, кстати, появляется вот в 40-е годы XIX века, и началась она вот со второго этажа циркуля, где мы находимся. Особенное пространство у нашего музея в том числе, он находится в циркумференции или циркуле. Это круглый корпус, который вокруг нашего круглого двора расположен. Но мы его еще лучше посмотрим сверху. Один раз один мой экскурсант блеснул, посмотрев мои видео, и когда я показывал очередное, значит, вот там в случае полукружинга, циркумференция, я прямо чуть не упал. А вообще я всегда рассказываю, недавно проводил экскурсии по Москве, как раньше очень круто называли любовников. Ну вот фаворит, а еще сердечный друг. Поэтому если вы хотите как-то избежать такого прямого попадания, говорите, это мой сердечный друг. Шувалов был сердечным другом Елизаветы Петровны. Ну вот после первого этапа Шуваловского эпохи сердечного друга начинается важный второй этап истории Академии, уже Екатеринский. Ну и вот можем посмотреть на такую картину, написанную Валерием Яковьем уже во второй половине XIX века. На самом деле это такая художественная реконструкция. Яковьи пользовался старинными портретами и воспоминаниями современников об акте торжественной инаугурации Академии 28 июня 1765 года. Собственно, Екатерина, зайдя на престол, сразу обратила свое внимание на искусство, объявила себя покровительницей Академии художеств. И вот в этот день она прибыла в те самые деревянные петровские, точнее они были каменные, петровские дома. Вот в одной из зал здесь она выседает на троне. Рядом Павел Петрович, будущий император Павел I. Его сразу посвятили в почетные члены Академии за рисунок, который он представил. Слева здесь в синем Иван Иванович Бицкой, тоже личная знаменитая, личный секретарь Екатерина, который вот по ее желанию заменил Шувалова на месте президента Академии. Шувалов уезжает в Италию, в полу такую ссылку, и оттуда продолжает помогать Академии, становится таким культурным агентом России в Италии. Об этом мы тоже еще поговорим. Ну, конечно, представители двора, первые преподаватели Академии. В основном это были итальянцы и французы. Здесь вот уже один из важнейших первых преподавателей на коленях перед императрицей представлен. Это Николя Франсуа Желе, скульптор, который учил Козловского, Шубина, в общем, всех наших первых знаменитых русских скульпторов. Ну, обычно он малоизвестен, но так скорее как преподаватель вошел в историю русского искусства. Здесь же вот слева на кресле представлен с таким приподнятым взглядом Александр Филиппович Кокоринов. Ну, и здесь, очевидно, создан образ по портрету Левицкого, знаменитого. Ну, можно пояснить, что архитектор непосредственно. Ну, и, в общем, вот между этими двумя людьми потом был, как сейчас принято говорить, очень жесткий версус. Они не поладили. Вот. Еще здесь интересны картины в картине. Да, 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 я обратил внимание, и скульптуры, и картины. Да, начнем говорить о нашем собрании. Его история полна всяких перипетий, очень интересно. На самом деле все эти картины действительно существуют. Во-первых, во-вторых, находились в коллекции нашего музея. Но теперь рассеянная, это немножко коллекция. Вот эта картина в Третьяковской галерее находится, это в Русском музее. А вот эта картина, кстати, до сих пор в академических стенах. Вот если вы обернетесь, на правой стене как раз вы ее и увидите. Это копия с полотна Паула Веронезе, которую выполнил Григорий Угрюмов во время поездки в Италию в конце 80-х годов XVIII века. Вот особенность нашего собрания в том, что у нас есть экспонаты, которых вы вряд ли где-то еще можете увидеть. Ну, во-первых, богатая коллекция исторических копий. Ну, часто люди говорят, ну, копии – это же не подлинник, не настоящая картина. На самом деле исторические копии позволяют изучать, каких художников копировали, как это делали, как выбирали оригиналы. Ну и, конечно, это был способ совершенствовать свое мастерство, так как уже в академии, начиная с коллекции Шувалова, картины копировались. Соответственно, когда лучшие студенты, получив золотую медаль, ехали в Европу, они продолжали копирование уже на итальянских шедеврах. Ну и понятно, что когда ты копируешь, ты неизбежно осваиваешь весь арсенал художественных средств, которым обладал автор оригинала, повышаешь свое мастерство. И вот вторая функция копии – это не только обучение художников, но и когда вот копия угрюмовская приехала в родную академию, студенты, которые готовились к отправке в Европу, эту копию копировали. То есть копии были таким мостиком к произведениям искусства и играли важнейшую роль в обучении. Кстати, вот еще не могу не сказать вот об этой картине наверху, мы когда с вами пойдем в парадные залы, мы увидим с вами феномен копирования Рафаэля. У нас тоже это такая особенная часть собрания. Вот эта картина – первая в русском искусстве вообще копия с произведения Рафаэля, с его фрески правосудия из зала Константина в Ватиканском 2С. И интересна она еще и тем, что это работа Антона Павловича Лосенко, 1769 год, вообще первый русский преподаватель живописи в академии, до сих пор студенты его рисунки 18 века копируют. Ну и, кстати, вот эту картину, копию с Рафаэля копировали студенты, изучая колера, мы это из источников знаем. То есть тоже такое легендарное, можно сказать, произведение нашего собрания. Колера – это цвета и оттенки, во всяком случае, буду пояснять, потому что, да. Ну вот это, кстати, портрет, если вы загугливаете в интернете Екатерина Первая, то одна из картин, которая вам вылезет, ну, в смысле, одна из иллюстраций, вот это как раз она. А вот это вот очень удивительный портрет Петра Первого, его вообще очень редко изображали… Это анфас или как это называется? Профиль. Профиль. Добрый день, с вами Гид Павел Перец. Да, в профиль, да, то есть на самом деле обычно как раз лицо повернуто к вам, а вот здесь мы можем видеть как раз абрис его лица, и у нас, конечно, такое произведение. Кстати, как вы думаете, почему здесь портрет Петра Первого? Ведь он тоже причастен к основанию Академии, хоть и косвенно, потому что вообще у него были идеи основать Академию, ему несколько проектов подавали, но не успел он этого сделать, то есть здесь он как бы такое, как начало Академии. Кстати, вот эти предметы как раз знаменовали важную веху в истории Академии, это футляр и ларец, они как бы ее символизируют, сами-то они 19-го столетия, но вот в них хранился устав и привилегии, которые Екатерина даровала Академии в 1764 году. В 19-м веке даже считалось 64-й год, дата основания Академии, отмечали юбилей, вот как раз эта картина к этому юбилею написана, а не 57-й Шуваловым, но сейчас обе даты важны. Вот здесь важно очень сказать, что же нового внес устав Екатериненский. По уставу основывалось воспитательное училище при Академии как раз Иваном Ивановичем Бецким, который основал как известный институт благородных девиц, воспитательные дома в Москве и в Петербурге. Вот в ряду этих его проектов просветительских было и воспитательное училище при Академии, то есть менялся способ набора в Академию. Шувалов отыскивал талантливых юношей, уже естественно у которых были явственно выражены способности к искусствам. Сейчас набирают мальчиков раз в три года по 60 человек, причем как? Помещали объявления в Санкт-Петербургских ведомостях, набираются мальчики по такому-то адресу, их приводили, меняли одежду, такое как поступление в монахи практически, они одевались в академическую форму, и все девять лет обучения в училище они должны были не только обучаться, но и жить в стенах Академии. То есть вот это очень важно. Это была одна из конфликтных историй между концепцией Шувалова и концепцией Бецкова, потому что Шувалов ставил на талант, а Бецкой считал, что мы сейчас наберем всем скопом, и там что-то явно выявится. Ну, отчасти это, конечно, давало свой результат, но понятно, что, конечно, процент талантливых юношей, которые затем шли в Академию, потом далее следовало еще 6 лет обучения в Академии, конечно, он был не очень высок. Собственно, поэтому училище постепенно сначала младший возраст убирали в конце 18 века, затем еще один, ну и с 1840 года уже все вольно приходящие, то есть здесь не живут. Но это очень важно, что здесь студенты жили. Вот на третьем этаже, куда мы пойдем впоследствии, собственно, там были спальни воспитанников, то есть пространства такие жилые. Давайте взглянемся в следующий зал потихонечку. Ну, про Бецкого говорили Иван Иванович Бецкой, воспитатель Бецкой, выпустил дурма на стырских кур. Это имелось в виду про как раз Смольный институт, который он точно так же основал. Вот, Павел, давайте обязательно остановимся здесь, потому что вот таких произведений вы, правда, не увидите ни в одном музее страны. Это программы, то есть конкурсные работы на большие золотые медали. То есть здесь мы видим, как выполняли свои итоговые аттестационные работы русские скульпторы 18-го столетия. Тоже вот у нас много таких уникальных рельефов. Во-первых, здесь мы видим конкурсные работы двух соперников, Щедрина и Козловского. Ну, все, кто знает и любит Петербург, пригороды, знают их работы. И вот здесь они соревновались. Обратите внимание, что они изображают один и тот же сюжет из древнерусской истории, из Ислава Мстиславовича и Война. Это 70-е годы 18-го века. Интересный феномен, когда в виде древних римлян, освоив вот эти античные, основы античного наследия, скульпторы начинают изображать русские сюжеты, но вот здесь древнерусские вообще из летописей. Ну и вот сюжет такой, что воины в пылу битвы принимают своего князя Ислава за врага, и на него нападают какие-то, уже понимают, что это их князь, начинают останавливать других. То есть пластический сюжет очень богатый, для скульпторов такой прекрасный. Ну и вот наверху увидите работу Щедрина, а внизу работу Козловского. То есть обратите внимание, что здесь одинаковое количество фигур. На двоих рельефах есть голова лошади, то есть программы были регламентированы. То есть это некая ТЗ, которая... Да-да-да, именно так. И вот очень интересно, согласитесь, посмотреть, как одну и ту же тему, вот с таким жестким ТЗ, в будущем два знаменитых скульпция выполняют. Ну и вот сравните их работы, такая более обороченная Щедринская и такая более уравновешенная классистическая Козловского. Ну вот если бы вы были в числе совета профессоров, кому бы вы присудили золотую медаль? Золотая медаль означала... Начинаем игру «Клуб юных искусствоведов». Да. Кому бы я присудил золотую медаль? Я бы, вот если честно, присудил бы золотую медаль, наверное, вот той работе. Но это я. Ну, с вами вот как раз они бы и согласились, именно так, собственно, и поступили, ему присудили золотую медаль. Обращайтесь, обращайтесь на экспертизы, я как бы... Вот, и он поехал в Италию. Да, да, надо пояснить, что золотая медаль давала возможность на так называемую пансионерскую поездку. Сейчас бы мы это назвали грантом или еще чем-то. Стажировка. Стажировка, да, но она реально давала там, ну, как правило, там до двух лет вы могли путешествовать. Даже больше. Даже некоторые больше, ну, там, я читал там, на самом среднем, там, два, некоторые четыре года там проводили. То есть вы за счет вашего замечательного государства, за счет средств Академии, вы путешествуете по Европе, вы обязаны написать, нарисовать какое-то количество рисунков, эскизов, бла-бла-бла, потом привезти, отчитаться, но вы там едете в Италию, там кто-то по Германии и так далее, и, в общем, ну, это очень круто было. Давайте тогда последуем дальше. Ну, вот здесь, кстати, обратите внимание на наше прекрасное пространство циркумференции, анфилада залов по такой дуге здесь. Да, надо пояснить, что мы идем по кругу, потому что вот это внутренний двор. Вот, товарищ оператор, снимите. Здесь вообще изначально вот как раз хотел Воронихин ту самую колонну поставить, вроде как, которая сейчас стоит в саду, и про этот сад тоже мало кто знает, поэтому я когда вожу экскурсии, люди удивляются, что здесь есть. Кстати, памятник Шувалову работает в Серителе, там по центру. Да, это не такая давняя работа, относительно свежая. Ну вот здесь вообще как построена логика нашей экспозиции в соответствии с логикой образования в Академии, то есть два зала западноевропейской живописи, образцов, которые дарились, начиная с Шувалова, и затем залы русской школы, плоды их обучения в Академии. Ну вот здесь можно обратить внимание на две большие картины, такие образцы классистической живописи. Ангелика Кауфман, автор этих картин, и интересны они тем, что это личные заказы Екатерины. То есть сначала она эту правую картину на сюжет из древнеримской истории заказала, и в Риме в 80-е годы Ангелика Кауфман ее пишет. Так она ей понравилась, что она решает дозаказать в пару вот этого узнанного Ахиллеса, ну и получается древнеримская и древнегреческая здесь мифология представлена. Кстати, вот такие картины копировали, изучали в мастерских при Екатерине, и вот интересно, что здесь на самом деле в красках как будто представлены образы скульптурные. Если посмотреть, как композиция построена, она очевидно напоминает мраморный рельеф, образованные современники все эти аллюзии считывали, позы некоторых персонажей, вообще вот эти профили непортретные, это все такие ожившие в красках древнеримские образы, это вот идеальная живопись классицизма по версии 80-х годов 18 века. Кстати, очень важно показать здесь вот эту большую картину наверху, это единственная из двух, точнее, одна из двух сохранившихся у нас в коллекции картин Шувала. Вот он 100 подарил, большая часть собраний находится в Эрмитаже, потому что, как я говорила, это шедевры. А вот здесь Андрея Челестии с биением ладенцев, рубеж 17-18 веков, такая барочная картина. Ну и вы видите, что по контрасту с Кауфман здесь жестокий сюжет представлен со всем таким пылом барокко ужасающим, ну и вряд ли в эпоху классицизма ее копировали как образец композиции, ее ценили за колорит, челести, венецианец. Ну и вот многие поколения художников ее изучали, когда она находилась в классах академических. Вот мы в залах русской школы. Ну и если западноевропейское собрание формировалось в основном изначально из даров, императрицы, почетных членов, иностранных преподавателей, то русское собрание начало формироваться уже в 18 веке из лучших работ выпускников и профессоров академии. Здесь давайте обратим внимание на вот этот этюд натурщика, который написан известным Александром Ивановым. Ну, конечно, известным в будущем. Это этюд натурщика, который маслом написан 14-летним Александром Ивановым. Вот плоды академической системы образования. Здесь надо сказать, что те самые мальчики, которых набирали еще при Бицком, поступали в 5-6 лет в академию, каждый день по несколько часов занимались рисунком, то есть копировали сначала рисунки старых мастеров, затем шло копирование с гипсов, отсюда у нас богатая коллекция гипсовых слепков. Ну и уже в академии эверестом этой системы является работа в натурном классе. Кстати, здесь интересно, что не только качество живописи впечатляет для 14-летнего мальчика, но детали работы натурщика. Вот он опирается на деревянную тумбу, мягкая подушечка под драпировкой, и рука верхняя где-то в петлю натурного класса. 2-3 часа длился сеанс, натурщикам платили, и набирали их, кстати, из стопников, грузчиков, водовозов, которые жили в подвальном этаже этого здания, обслуживали воспитанников, которые, мы помним, жили здесь, и на служебных квартирах здесь же жили профессора. То есть это такое многонаселенное государство в государстве, с семьями большими они жили. Кстати, Иванов родился на Литейном дворе, вот там как раз рядом с садиком, где вы говорили, на служебной квартире Андрея Иванова, его отца, тоже у нас тут есть его портрет. То есть вот такое дитя Академии, который родился и продолжал образование в этих стенах. Брюлов у нас есть работа, вот портрет Фани Персиани, через год после последнего дня Помпеи он его написал в Италии. Брюлов в 30-е и 40-е приглашен преподавать в Академию. И есть у нас работа его ученика Григория Михайлова. Очевидно, если вспомнить работу Брюлова, что он активно ему подражает. И это, кстати, тоже натурщик. Вот в таких позах, как с 18 века еще Лосенко писал и рисовал. Ну и натренировавшись, представьте, вот на таких сложных позах в натурном классе, выпускнику было просто компоновать такие исторические картины. Вот такой пример натурщика, преобразованного в Прометея. Вот эту картину тоже, если вы начнете изучать историю Академии художества, она есть в интернете, ее часто приводят, как выглядела Академия как раз... Ну, это Николаевская эпоха непосредственно. Ну, а это Константин Тон, правоозвестник русского национального стиля в архитектуре. И, кстати, достаточно редкий портрет, на самом деле, не так часто встречающийся. Я напомню, что главная его работа – это храм Креста Спасителя, вокзалы в Петербурге, Москве, Большой Кременский дворец. Ну и у нас он опять церквей построил, из которых только одна выжила. Ну и, кстати, он отделал парадные залы Академии. Это одна из его первых работ. И по замыслу Тона как раз перед Академией должны были быть не сфинксы, а копии коней плотовские с Аничького моста. А вот, кстати, еще интересно, здесь портреты преподавателей Академии. Вот наверху как раз Андрей Иванов, отец знаменитого Александра Иванова. Внизу художник Егоров, тоже ведущий классицист. И что здесь интересно? Вы видите, что вот наверху отец Александра Иванова представлен в мундире. То есть все преподаватели были встроены в эту систему табеля о рангах и носили мундир, то есть это чиновники Российской империи. Ну вот мы уже видели программу скульпторов XVIII века. И у нас в фондах есть множество программ, конечно, живописцев. Вот это 1871 года, работа Василия Поленова, в будущем знаменитого автора московского дворика. Вот он выпускник Академии. Кстати, даже в XIX веке дворяне считались редкими птицами в Академии. И вот он, работая над этим дипломом, в 1871 году параллельно закачивал юридический факультет по настоянию семьи, чтобы получить более приличествующую его социальному происхождению профессию. Потому что, конечно, художник для дворянина даже в XIX веке – это странно. Интересно, что вот в этом году было пять претендентов на медаль. Все писали эту тему «Воскрешение дочери Аира». Ну и Репинская работа на постоянной экспозиции Русского музея. То есть он соревновался со своим другом Поленовым. Ну и уникальный случай. Вот в этом конкурсе случился – все пятеро претендентов получили золотую медаль. То есть все получили право на пенсионерскую поездку. Финансирование тоже на пять умножаем. В общем, в последующие годы несколько лет не проводили конкурсов, видимо, для экономии казенных средств в Академии. Здесь как раз очень интересно посмотреть на эволюцию художников. С чего они начинают. Потому что сначала ты должен освоить базу. Вот эту академическую. А потом ты уже переходишь к чему-то своему. Ну и, я не знаю, мы дойдем ли мы до бунта. Наверное, дойдем. Да, бунт вот уже на этот момент. Бунт просто вот это уже… Мы можем о нем поговорить в том месте, где он произошел, в историческом зале. Мы там и поговорим. Ну вот Репин, кстати, работа Репина «Воскрешение дочери Аира» находилась тоже в Академическом собрании. Потом оттуда попала в Русский музей. Ну вот еще картина Репина у нас есть на малую серебряную медаль. Медалей было много. И вот те, кто собрали весь комплект медалей, уже допускались к итоговому конкурсу. «Ангел смерти» умерщвляет первенцев египетских. Обратите внимание, историческая живопись, она на вершине иерархии жанров еще с XVIII века. Одна из десяти казней фараоновых. Ну и вот «Ангел смерти» здесь приближается к спящему сыну фараона. Причем здесь Репин так в духе XIX века рядом изобразил такой столик круглый, как у его современника. И справа простые египтяне обнаруживают своих мертвых первенцев уже. Ну вот в книге «Далекая близко» интересно, что Репин пишет о том, что сначала на этапе эскиза он изобразил ангела смерти, который душил сына фараона руками. Возможно, такой более реалистический момент он хотел внести. Ну и один из преподавателей отметил, что ангелу достаточно простертых рук, чтобы кого-то умертвить. Ну и вот в соответствии с такой божественной логикой Репин изменил композицию. Не бывает ангела, которые душат руками. Что вы придумываете? Я видел ангелов, и я знаю, как они действуют. Ну вот интересно, что, конечно, академия меняется все-таки медленно. На два полюса художественной жизни можем мы выделить условно во второй половине XIX века. Это академия с исторической картиной, ориентация на античность и, конечно, передвижники. Вот о Бунте мы еще поговорим, который начал такую новую страницу в истории. Но в конце XIX века передвижники приходят в академию, где многие из них и учились, уже в качестве профессоров. Такое обновление академии происходит. Что, кстати, не всеми передвижниками приветствовало. Да, 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 кстати, да. Ну и они немножко припоздали. Конечно, 90-е годы это уже рождение эпохи модерна, они вот только в академию пришли. Ну вот картина «Постановка натуры в мастерской Репина» отражает этот период. Илья Ефимович собственной персоной. Вот здесь Филипп Малявин, Борис Кустодиев перед натурщицей, с этюдником Анна Остроумова-Лебедева. Здесь вообще находят Серова, Белибина, Воснецова, в общем, все идентифицированы. И, кстати, обратите внимание, что здесь женская натура присутствует, она не дозволялась в академии официально до конца XIX столетия. И, конечно, много женщин среди студентов. Первый набор с участием женщин в академии – это 1890 год. То есть уже академия меняется несколько. Ну и новый этап в истории академии начинается уже после революции, когда она, естественно, как императорская институция ликвидируется. Кстати, на тот момент она финансировалась даже из Министерства императорского двора еще с XIX века. Основываются высшие художественные мастерские свободные, они меняли название. Ну и здесь мы видим уже, собственно, авангардистов, которые в академию приходят, преподают. Петров Водкин и другие здесь преподавали. Ну и вот вы видите, как меняется стиль постановок. Вот две постановки, тоже их удобно сравнить. Наверху еще такая традиция поздних передвижников, внизу уже картина 20-х годов, такая типичная живопись того времени. Вот работы Евгения Венбах тоже отражают практику разных мастерских. Вот слева выполненная голова в мастерской Шухаева, справа это синяя Петрова Водкина, но напоминает она его образы. Но вот этот период продлился недолго, как вы понимаете, и вообще в искусстве, и, естественно, в академии, потому что в 30-е годы после знаменитого декрета 32-го года соцреализм становится единственным возможным стилем. Ну и вот вы видите вновь изменившееся лицо Академии художеств. Во главе ее встает Исаак Бродский. Вот он здесь в своей мастерской в окружении студентов. Кстати, обратите внимание, что это та же самая мастерская, что и на картине Репина. Собственно, Репинская мастерская. Вот это застекление сверху, она сохранилась в Академии прекрасно, и там до сих пор студенты учатся. Я рекомендую вам посетить музей этого замечательного художника. Он находится у нас на площади искусств. Он небольшой, но там, во-первых, есть тоже совершенно потрясающие полотна, которыми пестрит интернет. Во-вторых, там обстановка показана его квартиры. Ну и, в общем, как раз очень интересно посмотреть на путь художника, который... Раньше же как было? Пишешь, лепишь Ленина, все у тебя как бы нормально. Да, и вот была же у нас улица имени Бродского. Я всегда думаю, как интересно, Иосиф Бродский по ней ходил в те годы. Я сейчас про Куприна рассказывал. Он купил в Гатчине на Елизаветинской улице домик, а у него жена была Лиза. Он говорил, Лиза, я купил домик на улице твоего имени. Ну и вот это, мне кажется, да, такой прям апофеоз. Причем мы видим, на самом деле, знакомую панораму, вот, Адмиралтейство. И, в общем, такие все жизнеутверждающиеся, смеющиеся, прекрасные герои. Танкисты. Ну и, конечно же, на заднем плане, Калмова мы видим, товарищ, я так понимаю, это Ворошилов с товарищем Сталином. А вот про это я не знал, что здесь у вас есть такое, вот, это какая-то... Это уменьшенное повторение скульптура. Да, да, но только... Не знаю точно, как оно связано с академией. Вот я тоже удивлюсь, тем более, особенно то, что мне год очень попоражает, 1966 год. Потому что сама-то скульптура была, ну, эта махина была довоенная, да, она же к выставке международной. 37-го года в Париже была сделана. О, кстати, это, я так понимаю, жена же манезера, да, это вот господин Володарский, которого даже не было имени, он обычно писался В. Володарский, его именем был назван Литейный проспект. Убит вот в том месте, где теперь находится его памятник, возле моста Володарского. Это, кстати, проект памятнику Александру Второму. Да. Интересный. Да, смотри. Причем можно было бы, конечно, подумать, что это Апикушин, но нет. Да. Я часто рассказываю про Апикушина, когда привожу к его доходному дому на нынешнем Камунастровском проспекте и спрашиваю, каким образом человек, поставивший всего лишь один памятник Пушкину, мог себе доходный дом сделать. Потому что, ну вот, в советской истории было вымарано то, что он делал памятники и Александру Третьему, и Александру Второму, и, ну, это то же самое, как и Бродский со Сталином и Лениным, да, то есть, если ты обслуживаешь власть, то у тебя очень хорошие деньги заказа. Потому что вообще надо пояснить, что сделать памятник – это огромные, ну, это колоссальные затраты. Ну, и вот на третий этаж мы с вами пойдем по исторической чугунной лестнице. Она здесь прекрасно сохранилась с 1820 года. Вот по этим ступеням воспитанники из мастерских второго этажа, там до 40-х годов, 19-го века на втором этаже были мастерские, они поднимались в свои спальни на третьем этаже, где сейчас расположено отдел архитектуры. То есть вот тоже лестница такая особенная. Подснимите фонарь световой, потому что очень важно на самом деле было насытить помещение дневным светом. Ну, тут даже вопрос не в том, что не было электричества, а в том, что именно дневной свет, он как бы идеален для, в принципе, создания, для восприятия искусства любого, особенно живописи. У нас есть такая прекрасная модельерша Погорецкая, у нее муж, фотографий Синбаев, он снимает фотопортреты только при немом свете, вообще не использует никакого искусственного освещения. Здесь в сводах, как раз вот в этом естественном освещении, аллегорические изображения трех знатнейших художеств, которые мы обучали, живописи, скульптуры, архитектуры. Вот золотыми буквами имена скульпторов тоже все знаменитые имена, выпускники и преподаватели, затем класса скульптуры. Ну, вот интересный рельеф скульптура, то есть сама скульптура в образе такой женщины в античных одеждах, работает над бельведерским торсом, очевидно, что это образец и в классе скульптуры, и вообще античной. Слева живопись, вот здесь интересно, что как раз две ступени обучения представлены. Вот там мальчики рисуют огромную голову Геркулеса Форнесского, мы, кстати, его еще увидим в парадных залах, и натурный класс с обнаженным натурщиком в образе Аполлона. Ну, и архитектура тоже указывает уже в своем виде искусство на античный образец, храм с колоннами, и две сценки со стройки, изучение каменной кладки слева, и какая-то архитектурная деталь поднимается справа. Практику на больших стройках Петербурга проходили еще со времен Шувалова студенты. Ну, и вот эти образы античных богов, написанные по эскизам профессоров класса живопись, вот здесь как раз Минерва Иванова, как раз того самого отца Александра Иванова. Аполлон Кефарет Шибуева, ну и Слава Егорова. Имена теперь известные только специалистам по русской живописи, но когда-то знаменитые академисты, профессора академии. Обратите внимание, что на шлеме у Минерва там маленький сфинкс, и обычно гиды, когда привозят туристов на набережную со сфинксами, они задают вопрос, а сколько сфинксов вы здесь видите? Ну, все говорят, естественно, два, а вот три, и показывают на шлем, который еще там фиг разглядишь, там, сам шлем-то плохо видно, а уж там сфинкса там увидеть, это надо постараться. Заметьте, что какой интересный такой цинизм и лицемерие. Изображены представительницы прекрасного пола, орудующие инструментами, но в то время они не допускались к тому, чтобы вот так вот свободно заниматься живописью, вояне, обзорчеством и так далее. То есть, конечно, там у себя где-нибудь в усадьбе, ты, пожалуйста, пиши картины и так далее, но вот стать профессиональным художником, это какой-то нонсенс. Пойдемте. Здесь, кстати, очень интересное пространство. Мы, на самом деле, на втором этаже парадного вестибюля, да, вы понимаете, на хорах. То есть вот этот просвет сейчас закрыт холстом, но вообще он открытый, то есть вот это вид на нижнюю часть парадного вестибюля. Ну и, соответственно, снизу должны быть видны вот эти слепки с вас и медальоны на стенах. Отсюда, кстати, прекрасный вид на циркуль, как раз вот сверху его можно увидеть, все три этажа. Кстати, вот эти правые окна до сих пор архитектурные мастерские, а вот слева это уже отдел архитектуры. Ну и все это, напоминаю, бывшие спальни воспитанников, весь циркуль по третьему этажу. Да, вот отсюда видим, кстати, купол домовой церкви, там вот с крестом на нем. Вот, друзья мои, что вроде как опять хотят восстановить. Такой дебатируемый вопрос, башня расстреляли. Вот Кваренге, который строил рядом здание Смольного института, он каждый раз, поговаривая, ходил и снимал шляпу перед собором. А башню не успели достроить, хотя должна она была быть аж выше Ивана Великого. И вот не знаю, вроде хотят восстановить, но я думаю, что вряд ли, если честно. Ну вот действительно у нас в собрании в нашем музее 150 вот таких деревянных проектных моделей 18-го, начала 20-го века. Это самое богатое собрание России и одно из богатейших в Европе. Собственно, слава нашего музея сейчас связана прежде всего с архитектурной нашей коллекцией. И эта модель особенно тем, что это подлинная деревянная модель середины 18-го века. То есть вот ее начали делать в 1750 году, делали 6 лет. Делали, кстати, на Большой морской улице при Адмиралтействе. Видимо, по происхождению мастеров это были лучшие плотники партикулярной верфи, где делали частные суда. Затем модель передали на стройку Смольного. Она в такой особой модельной светлице находилась и служила как бы образцом для строителей. Но вообще на этом перемещение модели должны были закончиться, потому что обычно проектные модели хранились в том здании, для постройки которого их и делали. Но тут при Екатерине модель передают в Академию для Всегдашнего хранения. Это тоже один из первых экспонатов нашего музея, где она также участвовала в том числе в образовании архитекторов. Она сделана из липового дерева. В основном из липа именно модели резались. Покрыта масляной краской. Причем из источников мы знаем, что какую-то часть этой модели раскрашивал сам Растрелли. Он ее так ценил вообще, что даже саму модель внес в список своих произведений. Не только монастырь, но и модель, по которой он был построен. Вообще зачем делались проектные модели? Ну, ответ в названии. Это была часть творческого процесса архитектора. То есть он давал чертежи мастерам. Они делали модель. Как вы видите, несколько лет могло длиться изготовление модели. И архитектор, по сути, получал 3D-модель будущей постройки. То есть на самом деле это не макет, а именно модель. И уже мог работать с этой моделью, даже что-то изменяя. Вот, кстати, если посмотреть на Воскресенский савор, то вы увидите отличие. Ну да, сейчас прекрасно видно, каким он еще более таким барочным, вычурным, рококошным. Если про закурорец это должен был быть. Вообще поговаривали, я не знаю, правда, что Лизаэта Петровна, она чертежи не воспринимала. Ей надо было прямо вот визуально все. Это вторая функция модели. Ведь может возникнуть вопрос, зачем 6 лет делать произведение искусства, если это рабочая модель. К тому же здесь вот все вот эти барочные детали отлиты из свинца и покрыты настоящей позолотой, то есть даже не желтой краской. Ну и, соответственно, мы знаем в случае этой модели, что Лизаэта Петровна действительно приезжала на ее просмотр. То есть бонус архитектору впечатлить моделью еще и заказчика. Поэтому они, собственно, и представляют собой шедевры прикладного искусства. А сейчас я хочу вам архитектурную загадку задать. Да, я очень часто задаю своим экскурсантам вопрос. Вот это вид на Невский проспект. Ну, вы знаете, что у меня есть путеводитель по Невскому, где каждый там описан. Ну, во-первых, обратите внимание, что вот здесь ничего нет. Вот здесь еще там сады и так далее. Это Аничков дворец. Здесь вот сейчас у нас лошади эти самые клоттовские. И я каждый раз спрашиваю, что это за шпиль вот этот вот с левой стороны. Ну, грубо говоря, он стоит за гостином двором. Вот это гостиный двор, да? Люди теряются. Это во-первых. И этот же шпиль мы можем видеть вот с этой стороны. Это Строгановский дворец. Это опять-таки Невский проспект. Обратите внимание, здесь в данном случае по бокам обсажены. Одно время по центру стояло. Это, ребята, предтечи Казанского собора. Вот так вот он выглядел. До того, как Воронихин построил свой вариант. Вуаля. Например. Кстати, вот здесь можно обратить внимание на то, что модель собора разъемная. Раздвинуть можно. Лего для императрицы. Да. И внутри там полностью выполненный инстерьер. То есть отстроены, вырезаны. Там колонны, пилястры. Даже есть живопись в парусах под куполом. То есть мы это еще увидим на других экспонатах. Но потрясающе, что еще и интерьеры изготавливались. Ну и, естественно, этот интерьер не был реализован. Собор украшали уже в XIX веке. Отсюда еще ценность для историков архитектуры этой модели. Келья, обратите внимание, тоже разъемная. Вообще из 94 частей состоит модель. И там тоже есть даже архитектурные детали. Ну и императрица корпуса. Ведь она там собиралась на покое свои дни закончить. С восточной стороны все по православной традиции. Самая почитаемая часть монастыря. Вообще, конечно, потрясающе, что это действительно такой характерный, типичный древнерусский византийский монастырь. Четыре малых церкви, крестообразные планы храма и монастыря, одетые в западноевропейские барочные одежды. Ну и, конечно, во время строительства этого комплекса оно длилось долго. Уже этот стиль из моды выходит при Екатерине. И появляется стиль классицизма. Кстати, первой постройкой стиля классицизма в Петербурге является именно здание Академии художеств. Такое программное. Оно своей архитектурой заявило, собственно, о программе обучения. Вот вначале я упоминала, помните, первый экспонат вообще музея. Вот это так хотел Шувалов построить здание Академии художеств для Москвы. Проект архитектора Бланделя. В общем, Бланделя приглашал преподавать и строить это здание в Москве. Тот был в Париже устроен хорошо. Этот альбом дал в руки Деламоту, своему двоюродному брату. Он приехал с этим альбомом в Петербург, ну и стал первым руководителем архитектурного класса. Ну и, видимо, альбом своего родственника он хорошо изучил, потому что вот эта композиция... Ну да, мы видим, что... Да, сейчас давайте мы посмотрим как раз на лист Деламота. Кстати, заказывает это здание императрица Екатерина II, с 1964 года проект, сразу начинается строительство. Вот авторский лист Деламота, собственно, он его вытягивает, трехчастную структуру сохраняет, портик с колоннами, купол немножко более плавным делает. Ну и здесь мы видим, кстати, вариант с колоннами, такая отсылка к колоннаде Лувра знаменитой. Но построен будет здание несколько по-другому. Наша знаменитая, тоже историческая, старинная модель здания Академии художеств. Она создавалась в течение пяти лет, в 60-е годы, на основании проектов Деламота. Ну и вот обратите внимание на эту модель, центральный фасад, который выходит на него. Если вы посмотрите на эту часть фасада, вы увидите здесь пилястры плоские, да, а с той стороны колонны, причем двух видов, правее с желобками, левее гладкие. Это чтобы выбрать. Да, причем возможно, что и заказчик участвовал в таком выборе, приезжая на просмотр проектной модели. Вот здесь хорошо видно, что на стенах этих огромных залов в высоту двух этажей изображены золоченые рамы. Уже тогда они предназначались как выставочные. Но самый потрясающий декор интерьера в центральном круглом зале под куполом. Там золоченые колонны, роспись стен под мрамор с такими изысканными золочеными рамами, барочный плафон, там даже грязалью представлены атланты, которые поддерживают купол. Вот так, я думал, что-то увидят. Кстати, здесь участвовало в изготовлении этой модели 35 мастеров. То есть это не только резчики, но и позолотчики, лакирного дела мастера, живописцы. Кстати, церковь, вот вы купол ее как раз видите на главной оси, тоже расписаны, тоже ценнейшие источники по истории первоначального замысла интерьеров. Кстати, сразу скажу, что вот этих всех интерьеров в круглом зале мы не увидим, там 19 века отделка, в этом тоже ценность нашей проектной модели. Кстати, она никогда не покидала стен академии, участвовала в первых выставках еще екатерининских, то есть связана вот очень плотно с академической историей. Собрание графики у нас, кстати, очень богатое. Вот здесь, например, уникальный тоже экспонат. Это клаузура, эскиз интерьера как раз вот этого круглого зала, парадной лестницы и вестибюля. Здесь академическая печать и подпись самого Валена Доломота. Доломот, собственно, студенту Ивану Иванову сдал это задание создать интерьер церкви. Кстати, заметьте, это 66-й год, здание только-только начало строиться, то есть студенты могли практически видеть, как их профессор строит это здание, выполнять задания по его отделке. То есть практика была соединена с теорией уже с начала основания Академии художеств. Старинный план Академии здесь, конца XVIII века, вот он даже красивый как план, такой четкий и ясный, циркуль с большим круглым двором, четыре малых дворика, они рассеянным светом освещают мастерские, где до сих пор студенты и учатся. Вот подчеркну, что наш музей в циркуле находится, а все остальное пространство – это академические, мастерские, учебные классы до сих пор. Я вспомнил одну байку про Москву, то есть когда вот по поводу того, чтобы заказчику предоставляли возможность выбрать, что гостиница Москва, когда Сталину представили проект, там типа Щусев он действительно поделил пополам и лево и право, а Сталину типа подписал и так и подстроили. Ну это как бы байка, конечно, но она очень характерная. Вот у окна самая старинная модель нашей коллекции – это вообще Петровское время, 20-е годы XVIII века. Так Петр Великий хотел видеть Троицкий собор Александра Невской лавры, проект архитектора Теодора Швертфегера, такое немецкое барокко с высокими башнями на фасаде. Этот проект не реализован был целиком, потому что пошли трещины, его уже при Елизавете Петровне разобрали. Ну и Екатерина, естественно, объявив себя продолжательницей дел Петровых, не могла оставить нереализованным этот проект, а там же должны были находиться мощи Александра Невского. Ну и по ее заказу появляется вот этот ныне существующий в лавре храм, тоже модель XVIII столетия по проекту Ивана Старова созданная. Вот соседство этих моделей позволяет увидеть, как на основе прототипов творили архитекторы. Вы видите, что Старов явно видел и модели чертежей Швертфегера, сохраняет он две башни на фасаде прототипа, структуру базиликальную, разве что у него у Палладианца купол уже гораздо большую роль имеет, и такой первый образ купола в архитектуре Петербурга, вот можно говорить о Троицком соборе. Модель сама, кстати, делалась год и девять месяцев, и она абсолютно не окрашена, вообще не покрыта лаком, довольно редкий случай. Вы видите мастерство резчиков, здесь даже разные деревья использованы, основной объем это липовое дерево, здесь береза и груша, и вот эти детальки капители колонн, вот эти гирляндочки, лепка тончайшая из керамистики, прекрасно сохранившаяся с XVIII века. Кстати, были здесь и восковые статуи, стояли по кровле, на колокольнях, но эти хрупкие детали восковые, конечно, не дошли до наших дней. Ну вот наряду со Смольным такая самая роскошная модель с точки зрения росписи наружной, это, конечно, вот эта модель Исаакиевского собора, это уже третий Исаакиевский. Да, это Ринальдевский. Да, 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 такой должен был стоять по замыслу Екатерины, там, где сейчас стоит Исааки и Ринальди. Ну и Ринальди, любитель натурального камня, естественно, хотел облицевать весь храм оланецким и сибирским рамором русским. Ну и почему собор не построили? На момент смерти заказчицы достроили до карнизов, Павел I приказал дешево и быстро его закончить, и отказались вот от этих колоколинок, упростили форму купола, колокольню сделали пониже, и в итоге собор выглядел очень странно. При этом характерно для Павла I мрамор, предназначенный для верха, он увёз куда? Конечно, в Михайловский замок для его декора, и наверх мрамора не хватило. То есть, представьте, искажённые и так пропорции, полукирпичный, полумраморный, именно по этой причине при Александре строится новый, более монументальный собор, уже в эпоху ампира началось строительство. По этому поводу была отличная эпиграма, но она была на французском, потом была переведена на русский, «Двух царствований памятник приличный, низ мраморный, а верх кирпичный». Это как раз было про Ринальдевский изначально собор, ну и это ещё такая аллегория на царствование, то есть, такой, немножко камень в огород Павла I. Вообще представьте себе наш мраморный, или как его называют, полумраморный дворец на миллионной улице, только вот в таком ещё более вычуренном исполнении. Это, конечно, было бы очень цепляющим глаз зданием. Интересно, что та часть модели, которая смотрит на нас в разрезе, там богато расписанный интерьер, тоже имитация мрамора, а вот модель, которая, та часть, которая смотрит на окно, она вообще не расписана и предназначена, как мы знаем из источников, для показания общей системы перекрытий, то есть более такое практическое назначение было у этой части модели. Ну, модель Михайловского замка, причём она очень интересная, она сделана как развертка фасадов, то есть нет объёмных интерьеров, неизвестно по какой причине такое решение было принято. Ну, и здесь тоже есть роспись в церкви, и вот, к сожалению, она отвертка. Я думаю, что можно догадаться по какой, потому что Павлу надо было всё здесь и сейчас. Да, да, да. Срочно, срочно, срочно. Я тоже так думаю, что быстро. Вот ему прямо вот копытом земли рыть быстрее, 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 я думаю, что именно поэтому. Да. Ну, и вот самая дорогая и большая модель уже 19-го столетия, вот это вообще воплощение той самой репрезентативной функции. Представьте, что модель по свидетельствам современников стоила 80 тысяч рублей. Для сравнения, в Николаевское время, я говорю о 1830-м годе, жалование президента императорской академии художеств годовое 6 тысяч рублей. То есть несколько годовых жалований президента академии художеств. Цель, конечно, понятна. Монферран хотел впечатлить заказчика императора Александра. И, кстати, мы знаем, что он приезжал на просмотр, как пишет Вигель, заходил внутрь модели, долго рассматривал интерьер, ну и, конечно, удалось ему впечатлить императора. Кстати, резал эту модель отец Карла Брюлова, знаменитого Паула Брюло, а вот расписывал изнутри, что интересно, Фёдор Брюло, брат Карла, который затем работал в построенном соборе, то есть нанимали не просто там ремесленников, да, декоративно-прикладников, а прямо художников, которые работали на неизмеримо больших поверхностях уже в самом соборе. Вот отсюда, собственно, и стоимость модели. Здесь в интерьере, конечно, для истории архитектуры ценность. Вот в сводах, вы видите, нет мозаик еще, да, такой первоначальный вариант. Модель делали первые три года во время строительства с 1818 года. По цвету он несколько более скромен, чем построенный храм. Ну и форма купола, она задана, но еще она без вот этих вот железных перекрытий, но она уже показана как тройная, потому что у Исаакиевского собора на тот момент прогрессивная форма тройного купола, потом вот купол Капитолия в Вашингтоне, редкий случай, когда подсмотрели конкретно у нас вот эту модель и архитекторы это использовали. Надо пояснить, что у Бриллова, действительно, у них у отца фамилия была Брюло, они В добавили для русификации их фамилии, чтобы она более по-русски звучала. А изначально они были, да, Брюло. Ну тут вот эти знаменитые монферрановские рисунки, которые вызывают до сих пор у альтернативщиков истории массу всевозможных, что так не могли и прочее, прочее, прочее строить. Тем не менее, это до сих пор является очень ценным источником информации именно по технологии строительства, потому что монферран это все фиксировал с большой подробностью, как вот эти колонны подтаскивали, да, с помощью вот этих капстонов, так называемых, воротов. Кстати, интересно, что здесь вот показано, как ее уже на барабан наверх поднимают, стоит уже слева одна колонна, и монферран гордился, что он строит по-римски, то есть сначала колонны, затем стены. Да, потом стены. Представьте, как впечатляло это современников, да, стоят такие огромные монолитные колонны без стен. Ну а потом вот эта конструкция, которая вообще была придумана бетонкуром, который, собственно, и был патроном монферрана, она использовалась при возведении Александровской колонны уже на Дарцевой площади. Тут у нас уже пошел классический классицизм. Вот это уже макет, потому что это не проектная модель, а макет 30-х годов 20-го века, Александринский театр. Есть такая, ну, моим путеводителям я об этом напишу, есть такая байка, очень любят рассказывать про то, вот гиды тоже будут экскурсии по городу, что вот они видят арку и говорят, что вот архитектор говорил, что если эта арка обрушится, то типа меня на ней повесьте. На самом деле у этой байки есть прототип, абсолютно реальный. Это письмо Карлу Ивановичу Россию, президенту, кстати, по-моему, Академии художеств, потому что в этом непосредственно театре должны были бы использовать металлические перекрытия, что на тот момент было просто прорывом. Ну и, естественно, комиссия пришла к выводу, что они там могут не выдержать. И Карл Иванович Росси реально написал письмо, что если произойдет обрушение, то на этом, значит, балки меня и повесьте. Ну и плюс он, насколько я понял, даже вот, я не знаю, этот ли был макет или нет, но он сделал эти балки и прямо на них там при комиссии прыгал, показывая, что ничего там не обрушится. И, в общем, он оказался прав, ничего не обрушилось и, в общем, театр стоит до сих пор. Ну вот, собственно, экспозиция у нас заканчивается на Александринском театре, хотя у нас есть еще такая знаменитая часть коллекции электрические модели эпохи авангарда 20-х годов, но на постоянной экспозиции они не представлены, бывают на выставках в Москве ездят, но не ограничивается все классицизмом. Кстати, вот эта бронзовая модель интересна еще Петер Кирхе на Невском, архитектор Александр Брюлов, брат знаменитого Карла, но это тоже не проектная модель, это экспонат выставки Парижской 1867 года. Знали бы, бедные братья Брюловы, что там потом будет бассейн в советское время. Можете зайти в эту церковь, там до сих пор вы можете увидеть конфигурацию этого бассейна, а внизу в крипте они проводят всевозможные спектакли, там видны своды. Немецкая община решила, ну, немцы, они народ экономный, что нет у них денег для полного восстановления этой церкви, и они прямо вот оставили так, как там это все пребывало. И там, если вы зайдете, там с левой стороны есть экспозиция, показывающая фотографии, где вот прямо в алтарной части стоит вышка, с которой там народ прыгал в этот бассейн, и это тоже, мягко говоря, снос головы. Сейчас восстанавливают дом Никонова на улице Достоевского, рядом там есть его дом Пряник, и там, ну, вот примерно вот такие поливные вставки. Я надеюсь, что когда они его отремонтируют, он прямо заселяет новыми красками. Это там следующее от Барановского здания. Пока мы идем, ваш музей, то есть надо пояснить, что, во-первых, вы можете прийти в этот музей легко, да, и можете посмотреть расписание на сайте. Вот, и помимо постоянных выставок здесь проходят еще временные выставки. Сейчас как раз одна из таких масштабных. Да, сейчас как раз одна из них, поэтому, пожалуйста, я даже, ну, я не буду указывать, значит, ссылку в описании, просто набираете «Музей Академии художественных поисковики», и вуаля, вот вам вся информация там есть. Я надеюсь, что вы справитесь с этим сложным процессом. Как раз мы там проходили поверху. Да, вот, видите, сейчас здесь, по идее, тоже световой фонарь, но вот… Ну и вот мы заходим в конференц-зал Академии. Да, вот главный зал на самом деле. Вот там, друзья мои, Нева, но мы сейчас ее с вами увидим. Здесь проходили всегда отчетные выставки. Да, это те самые знаменитые парадные залы Невской Амфилады. Вот, как Павел сказал, в окнах Нева, в высоту двух этажей огромные залы. Ну и мы с вами в сердце вот этой парадной Невской Амфилады, в конференц-зале. Мы его рассматривали с вами на проектной модели, и там, конечно, он выглядит по-другому. Помните, золоченые колонны, мраморные стены. Здесь интерьер 60-х годов XIX века, работа архитектора Александра Рязанова. Ну, от более раннего этапа сохранился вот этот плафон. Один из самых таких прекрасных образцов монументальной живописи классицизма в Петербурге. Это 1833 год. Василий Кузьмич Шибуев, тот, который написал Аполлона в розовом плаще на чугунной лестнице. Торжество на Олимпе по случаю водворения изящных искусств России. Такое аллегорическое прославление как раз учреждения Академии при Екатерине. Там вот между крыл славы на холсте как раз надпись 1764, 4 ноября. Собственно, Аполлон и Муза прибывают в Россию, и вот в академических стенах водворяются по версии автора плафона 1964 года. Портреты президентов здесь тоже заняли свое место еще в 19 веке. Ну вот Иван Иванович Шувалов уже на портрете. Иван Иванович Бецкой, его преемник назначенный Екатериной. Вот Мусин Пушкин, знаменитый обладатель рукописи слова о полку Игореве, тоже несколько лет был президентом. И вот здесь слева Алексей Николаевич Оленин, одна из важнейших личностей для истории Академии. Именно при нем музей начинает располагаться вот на втором этаже циркуля, где мы с вами и начинали. Кстати, зал этот вообще стал конференц-залом во второй половине 19 века. Тогда же поменяли интерьер. И вот эти скамьи, это тоже уникальные скамьи 60-х годов 19 века. Можете даже присесть, потому что здесь сидел и Репин, и Поленов, и Серов, и Билибин. Я, пожалуй, ощутю. Погрузитесь в историю русского искусства. О боже, какая энергия бьет мне в ягодицы. Я чувствую, как я вступаю в контакт с Репиным и даже с великим князем Владимиром Александровичем, который долгое время был председателем Академии художеств. Ну вот здесь, собственно, программы и объявлялись, а поэтому здесь и произошел бунт 14. Да, вот здесь прямо. Объявили программу, пир в Волгалии. Надо пояснить немножко, мы там бунт-бунт, потому что мы в теме все такие, что за бунт, там кого-то это баррикады, нет, не баррикады, это бунт на самом деле студентов Академии художеств, которые восстали против как раз вот этого засилия классического диктата, им уже хотелось на тот момент реальной школы. Более точно им хотелось самим выбрать тему. Им предлагали опять мифологию, а они... Ну вы видели вот эту всю историю. Но, кстати, надо отметить, что они просто отказались от написания конкурсной работы. Дипломы художников им Академия выдала. Ну и вот из этой залы Крамской еще 14 художников, собственно, и вышли. Крамской, он был типа... Идеологом нового движения. Ну и потом логично, что Крамской, он стал одним из идеологов и движения передвижных выставок. Он, кстати, был академиком императорской академии художников. Ну вот это как раз потом вот у них, когда уже передвижники... Потом же как случилось? Потом уже с этой реальной школой начали символисты бороться. Ну то есть всегда в искусстве одна школа сменяется с другой. И всегда те, кто были предыдущие, считают, что те, кто идут на смену... Ну это называется молодежь-идиоты. То есть вот это вот все. И вот то, что некоторые из передвижников пошли преподавать в Академию, другим передвижникам очень не понравилось. Это тоже было почвой для дополнительных конфликтов. Ну, кстати, давайте еще разрушим такой миф в советской историографии, что вот бунт 14, затем передвижники, это была такая борьба с Академией. На самом деле, мало кто знает, что первые четыре выставки передвижников вот в этих залах благополучно проходили. То есть Академия им дала выставочную площадку, потому что вообще долгое время это единственная выставочная площадка в Петербурге, лучшее долгое время. И вот передвижники первые четыре выставки сделали здесь, затем уже пошел такой, можно сказать, разрыв. Ну, в советской идеологии, естественно, там нужно было вот это вот сталкивать умом, и там они очень часто делали бунтарями даже тех представителей искусства, которые, ну, узнали бы они об этом уже после своей смерти, очень удивились бы. Так. Ну и вот два зала, которые обрамляют конференц-зал, это Рафаэлевский и Тициановский. Мы сейчас с вами зайдем как раз в Рафаэлевский. Ну, вот тут как раз представлена и временная выставка, и вот то, что обычно вы можете видеть, ну, как, например, эти скульптуры. Да, вообще здесь особенно, прежде всего, это пространство. Вот это отделка Константина Тона, огромные залы. Вот он, кстати, на момент создания твоих интерьеров только что вернулся из Италии, где изучал античные памятники. Вот эти грандиозные кессоны, такие отсылки к этому опыту. Собственно, название Рафаэлевский связано вот с верхней частью залов. Вы видите, вмонтированы в стену огромные холсты. Это копии фресок Рафаэля из Ватиканского дворца, из знаменитых станц Рафаэля. И это работы пенсионеров академии, которые получали золотые медали, и затем несколько лет, как правило, работали над копиями. Самая важная и интересная копия вот здесь, как раз наверху, она написана молодым Карлом Брюловым, который четыре года в конце 20-х годов XIX века работал в станцах Рафаэля над этой копией, писал с натуры. Вообще исследователи обсуждают, как он мог в этих станцах 10 на 10 маленьких комнатах развернуть такой холст, чтобы писать с натуры. Афинскую школу свидетельств нет о том, как он это делал, но точно известно, что это было с натуры. Об этом есть, например, упоминание у Стендаля, который там Брюлова за этим занятием и застал. Ну вот все стены как раз в верхней части покрыты этими копиями разных мастеров XIX столетия. И здесь у нас есть такой уникальный слепок. Вот мы подходим к нашей еще третьей знаменитейшей коллекции, помимо архитектуры и живописи. Это собрание слепков. И вот здесь в стену вмонтирован слепок с райских врат Гиберти, знаменитого баптистерия во Флоренции, работа XV века. Этот слепок поступил в Академию в 1776 году. Это дар Никита Акинфича Демидова, который поехал во Флоренцию, увидел этот слепок, впечатлился качеством бронзовой резьбы и заказывает для Академии, почетным членом которой он был, вот такой гипсовый слепок. И в сопроводительном письме он просит подыскать для него наилучшее место. А как раз тогда возводили стены парадных залов, их строили последними, потому что начинали с церкви и двигались к набережной, и решают просто в стену вмонтировать вот этот дар Демидова. И вот с 80-х годов XVIII века он здесь и находится. О нем пишут посещавшие Академию еще в XVIII веке. Ну вот Анна Григорьевна Сниткина писала, что муж ее, Достоевский, еще там непосредственно оригинала восхищался. Ну и не только он, потому что понятно. Ну и вот колосс, который венчает этот зал. Да, это наш уникальный диаскур, гипсовый слепок с античного оригинала. Два диаскура, укоротители коней, находятся на Монте-Кверинальской площади в Риме. Это античные скульптуры. И вот интересна история вот этого слепка. Мы точно знаем, когда он здесь появился, в 1848 году. Причем история интересная. Из Рима в Академию художеств поступило письмо дипломатического представителя России в Италии о том, что продается слепок вот с этого диаскура за 400 скуди. Ну и откуда он появился? Прусское правительство заказывало в Ватикане слепки с античного оригинала. И по традиции все первые отливы, мы еще поговорим о практике изготовления слепков, должны были оставаться в Риме. Ну и папа первые вот эти отливы ему отдали. Он их передал в Академию Святого Луки в Риме. А у них уже был на тот момент вот этот слепок. Ну и он оказался третьим, третьим лишним. И они его продали. Вот приобрела его императорская академия художеств. И с 1848 года он никогда из этого зала никуда не перемещался. Ну что и понятно. Давайте мы заглянем сюда, чтобы показать панораму, чтобы вы понимали, где мы с вами находимся. Вот. На такую красоту взирали... Ну как, сейчас она такая немножко серенькая. Это как сейчас у нас, знаете, любят постить фотографии. Эти фотографии сделаны без цветокоррекции. Добро пожаловать в Петербург. Ну ничего, потом скоро уже с конца января, начало февраль, начнет появляться солнце. В марте его будет вообще очень много. А в апреле, по традиции, придет зима. И будет вообще все очень хорошо. Так, я так понимаю, что это основная часть экспозиции, музейная. Да. Да. Ну что ж, друзья мои, давайте пару слов и про вот эту временную выставку, потому что мало ли кто-то захочет прийти. Потому что я, честно говоря, про художника Фешина слышу в первый раз. Да? Вы меня удивляете, потому что... Ну, слушайте, я вообще не знаток. Фешин в последнее время стал таким модным художником. Вот это, если честно, мне что-то напоминает такое кустодиско-малявинское, если честно. Да, да, это справедливо. Малявин как раз только закончил академию на момент, когда фешин туда поступил. Ну, это выставка Николая Фешина и Степана Эйрзи. Что интересно, это выставка «Диалог», скульптор и художник. Фешин, она называется «Возвращение», так как, собственно, их связывают творческие судьбы. Оба эмигрировали в 20-е годы. Ну, поэтому, собственно, они не очень известны у нас. Да, но в последнее время, особенно фешин, выставки в Москве, в Казани очень активно его выводят на художественную сцену. В общем, друзья мои, если хотите быть прямо вот впереди планеты всей, по знаниям, в том, что сейчас прямо идет в топах искусства, приходите сюда. Тициановский зал такой же, как и Рафаэлевский. Немножко здесь декор отличается, потолка и дверных проемов. Ну, и название здесь связано с двумя копиями. Они с картин Тициана, вот они по центру практически расположены. А остальные копии – это разные старые мастера, тоже все работы пенсионеров XIX века. Вот, например, эта копия еще из Рафаэлевских станций – работа знаменитого Федора Бруни, автора «Медного змея» в Русском музее. Вот так они свое мастерство обретали, копируя в том числе. Друзья мои, тут же была, ну, я не знаю, когда я это видео выложу, дата памятная. «Сто лет со дня смерти Владимира Ленина». И вот у нас он, смотрите, в каком интересном виде представлен здесь. «Без пяти минут Тамерлан». Я вчера был на открытии выставки в музее «Шалаш». Так, ну что, пойдемте в отдел слепых? Да, пойдемте. Мы на первом этаже, что понятно, если мы посмотрим во двор. Вот так вот мы передвигаемся по зданию. Здравствуйте. Ну вот отдел слепков, он особенный, во-первых, как пространство, потому что здесь прекрасно сохранилась такая аура старинного скульптурного музея. Вот такой музей был здесь создан в 60-е годы XIX века, прекрасно сохранился вот этот мозаичный пол того времени, и даже свинцовые переплеты вот на этих окнах тоже XIX столетия, второй половины. Ну и атмосфера здесь, благодаря старинным экспонатам, порядок расположения которых тоже, кстати, практически такой же, как тогда. Ну и, конечно, скажу об особенности нашего собрания. Во-первых, это первая такая коллекция гипсовых слепков в России. Сейчас поговорим, как их делали. Она была создана Иваном Ивановичем Шуваловым также, который в 1769 году из Рима прислал 129 ящиков с гипсовыми формами, снятыми с самой на тот момент знаменитых скульптур. Ну вот как делали слепки с античной скульптуры. На античный мраморный оригинал сначала формовщик или форматор, как называли мастеры по изготовлению слепков, накладывал такую прослойку. Как правило, это мыло, вываренное с оливковым маслом, такой жировой промежуточный слой. На этот слой накладывали гипс по всей поверхности, который, когда затвердевал, форматор срезал формы. То есть это фрагментарные такие получались скорлупки, с разных частей снятые, причем частей могло быть очень много. Вот, например, в одном источнике XIX века тот, кто инвентаризировал эти формы гипсовые, писал о том, что одна драпировка скульптуры одной в нашем собрании более 100 кусочков, только ткань. Их потом же надо собрать все? Да, сначала нужно сделать отливки. Представьте, эти скорлупки полые, именно их перевозили, как правило, не слепки, но бывало, что и слепки, но в основном формы. Вот Шувалов прислал формы. В эти формы форматоры уже в академии заливали гипс, получаем отливы. Этот лего нужно собрать на каркас, слепок, причем оцените мастерство форматоров, что мы не чувствуем, что это конструктор, пластическое единство скульптуры, они воссоздавали оригиналы. И потом, когда слепок уже готов, нужно было покрыть поверхность гипса особыми восками и лаками, тонировками. Это старинные патенировки, которые должны были имитировать мрамор. Ну и вот здесь мы как раз стоим около метоп Парфенона. Они не входят в слепки, которые заказал Шувалов, потому что надо сказать, что в XVIII веке вообще классического искусства Греции V века до нашей эры не знали. В основном это эллинистические произведения, известные по римским копиям. И вот в 1818 году Алексей Николаевич Оленин, президент Академии, заказывает в Британском музее вот эти слепки с метоп Парфенона. Он их знал по гравюрам, и когда они прибыли, он был не очень доволен, потому что он не ожидал, что будет настолько точное воспроизведение утрат, выщербленных. А это знаток искусства, это не просто обыватель, который судит о скульптуре. То есть в то время еще доживала своё вот эта практика воссоздания, дополнения, и вот это одни из первых слепков, таких аутентичных, которые оказались в академических залах. Ну если бы он в Афинах оказался интересным, он бы сказал, что почему не достроили. Ну вот, кстати, да, и слепки, они, понятно, зачем нужны, их рисовали в гипсовом классе, начинали обучение с гипсовых слепков, потому что, собственно, были конкретные, вообще был такой пантеон скульптур, которые обязательно нужно знать. Это, конечно, не Фидий на тот момент. Вот сейчас мы увидим некоторые из них. Ну, Бельведерский торс, Аполлон Бельведерский всем известен. Это идеалы античной скульптуры для людей 18-го столетия. Естественно, так как оригинал недоступен, слепки распространялись еще с эпохи Возрождения для изучения рисования. Кстати, вот этот метод контактного снятия слепков, естественно, как вы понимаете, передает идеальную анатомию, драпировки, все, что важно для художников. Но он травмоопасен для оригинала. Представьте, постоянно... Об этом начали думать уже, когда зарождается такое историческое сознание 19-го столетия. Ну, вот здесь вот видно, да? Причем очень интересно, что вот Оленин, когда заказывал те самые слепки, он очень просил не затирать швы. Это часть аутентичности наших слепков. Кстати, вот если вы поедете в Москву, посмотрите на слепки Пушкинского музея, цветающих, они совсем не такие. Даже исследователи об этом пишут, что у нас вот такая более аутентичная фактура, незаглаженная, у них она ретушированная несколько. Вот, кстати, свинкс происходит с... Тут московские колени опять сглотнули желчную слюну. Кстати, слепки когда-то, до того, как их поместили все вот в такой галерее сюда, находились как раз в Рафаэлевском и Тициановском зале. Они назывались первая и вторая античные галереи. Представьте, вот все они в ряд так стояли в парадных залах, но затем вот такой музеем скульптуры. составили. Это видно как раз на картинах в XIX веке. Там вот есть пара, где показаны, как они там стоят все. Ну вот Аполлон Бельведерский, идеал красоты по воззрениям Винкельмана, теоретика одного из первых историков искусства античного в XVIII веке. Кстати, вот чем еще интересны слепки? Слепки фиксировали вот то самое состояние античных оригиналов с воссозданными фрагментами. На самом деле, руки Аполлона Бельведерского, некоторые детали, нос, они воссозданы Микеланджело после находки этой скульптуры. В слепках он распространялся с руками, но на самом деле это не оригинальные части скульптуры. Ну и вот самое интересное, вот про Лакаона мы когда его увидим, поговорим, что слепки фиксировали состояние с дополнениями, а теперь в музеях можно увидеть их без этих дополнений, и они отражают таким образом, вот как эти слепки существовали в культуре, в каком виде. И вот мы пришли в Лувр, друзья мои. Ника Самофракийская. Да, кстати, ведь Ника Самофракийская вообще в сознании людей XVIII и первой половины XIX века не существовало, ее нашли в 1863 году. То есть вот так пополнялось знание постепенно об истории античного искусства, и классицисты о ней ничего не знали. То есть слепок, соответственно, тоже, вероятно, ближе уже к концу XIX века создан. Вот есть у нас прекрасный слепок с... Добро, пожалуйста, в Берлин. Тут можно, в принципе, не ездить в загнивающие Европы, а вот, пожалуйста... Кстати, Павел, вы сформулировали именно и цель создания музея неслепок, потому что еще просветители говорили о том, Шувалов, например, что можно на берегах Невы никуда не ездить и иметь в слепках, которые снимались с оригиналов, возможность пройти несколько музеев в одном пространстве. Это тоже часть концепции музея слепков. Ну, также, собственно, и Цветаев, когда замысливал Пушкинский музей, он об этом же и думал. Ну, там, частично в Берлине, есть еще в Британском музее, но, к сожалению, в Британском музее я не был. Но вот в музеях, построенных Карлом Шинкелем, вы можете это наблюдать. Ну, и Венера Милоская ее нашли тоже уже в XIX веке, и люди до этого о ней ничего не знали. А сейчас она считается в таком широком сознании символом античной скульптуры, как меняются представления о каноне, скажем так. А вообще, вот здесь зал таких культовых скульптур, вот этих бойцов и бойца Боргезы рисовал вот с этих слепков еще Антон Лосенко в XVIII веке. То есть особенность нашего собрания, что вы можете посмотреть рисунок, который снят вот с этого слепка. Ну и потом это же расползлось и в Петербурге у нас. Ну-ка напишите в комментариях знатоки, где вы можете увидеть эту скульптуру у нас. Что я все тут комментирую? Давайте вы что-нибудь прокомментируете. В чем особенность была значение коллекции слепков для пространства Петербурга? Хранились вот эти гипсовые формы, по которым можно было делать до 10 хороших отливов. Поэтому, когда решили реставрировать каскад Петербурга, этим занимались скульпторы Академии, они по формам отлили часть скульптуры. Кстати, уже открою секрет. Два позолоченные бойца отливы бронзовые находятся на каскаде в Петербурге, они сделаны вот с наших форм. Вот так вот и не удалось мне. А вот Лаокаон воспевался Винкельманом, Гёте. В общем, все восхищались этой скульптурой. Для многих она тогда, в XVIII веке, была воплощением античной пластики. Об эпохе классики тогда еще знали мало. И вот интересно, что на нашем слепке он снят с оригинала, когда он существовал с доделанной верхней правой рукой. Скульптуру нашли без руки. Вообще, вот эти руки сыновей Лаокаона тоже доделаны еще в эпоху Возрождения. Теперь вы можете их увидеть в оригинале, эту скульптуру без вот этих доделанных рук. И, кстати, руку Лаокаона нашли позднее, по-моему, даже чуть ли не в XX веке, то есть смогли ее приделать. Ну и вот помимо коллекции архитектурных моделей зданий Петербурга у нас есть еще одна уникальная коллекция, вообще самая богатая в мире. Вот давайте поднимемся повыше. Это коллекция моделей Антонио Кики. У нас в собрании сейчас осталось 34 модели. Это был целый комплект, который императрица Екатерина II заказала Антонио Кики в 1778 году. Для чего? Для того, чтобы когда ее внуки Александр и Константин, на тот момент Александру еще около месяца по возрасту, но она уже заботилась о будущем, это такие иллюстрации для изучения античной истории. И в 1800 году эту коллекцию передали в Академию художеств. И сейчас модели Кики есть в других собраниях мира, но у нас самый полный комплект. То есть такого полного нет нигде. И вот это удивительное собрание. Здесь пантеон вы видите. Причем из чего сделаны модели? Это модная в 18 веке техника фелопластики. То есть из пробки дуба. Такой особый материал. Монтировали на тончайшие деревянные панели тончайшие вот эти пластинки дуба. Имитировали здесь с помощью разных органических материалов. Причем на этих моделях есть даже веточки 18 века, какой-то песок 18 века, растения мох. То есть такой вот памятник не в зализанной архитектурной такой версии, а в пространстве вот буквально такой сувенир на память, можно сказать, с римской землей. Вот тогда уже создавал Антонио Кики. Ну и, кстати, те же памятники, которые Кики представляет, затем Пиранезе гравирует в 50-60-е годы еще до этого. То есть Рим, Пиранезе, Кики, вот это вот такое уже, можно сказать, романтическое представление об античности в Россию тоже перенеслось вот с помощью такой особенной коллекции. Причем, что интересно, это не только памятники архитектуры, вот знаменитый Колизей, Пантеон, но еще есть, помимо храмов, разных арок, есть еще и водопроводы античные, разные такие более практические сооружения, интерес к которым, кстати, Пиранезе тоже впервые проявляет. Вот тоже это все Кики. А, кстати, вот эта скульптура консула Бальба стояла когда-то в конференц-зале, вот там на месте стола круглого красного. Ну вот здесь видно вообще потрясающие эти модели, что здесь не только резьба из пробки дуба, но еще вот эти гипсовые детали с рельефиками, скульптура, надписи. Потрясающий источник для изучения этих памятников уже в 18 веке, как они выглядели. Причем какие-то памятники он изображает уже как бы в реставрированном виде, удаляя ненужные фрагменты, которые были добавлены, какие-то, наоборот, в виде, в котором мы их уже не видим. То есть тоже, как и слепки, это такое свидетельство бытования этих памятников. Ну и, естественно, до где-то середины 19 столетия у нас в основном были слепки с античной скульптуры. Во второй половине 19 века интерес к античности отодвигается немножко и приходит интерес к эпохе Средневековья, начинают сниматься слепки со средневековых памятников, памятников античности. И вот таким образом коллекция обогащается уже слепками с других эпох произведений. Ну и вот здесь зал Микеланджело, его знаменитый Моисей, рабы. А это ее отреставрировали или она вот как-то выглядит более свежо? Да, это слепок советского времени. А, вот он вообще. Да, вот, кстати, отличается, обратите внимание, как фактура отличается. О, друзья, вот здесь вы как раз можете видеть, что у Давида вот зрачки, они такие немножко напоминают сердечки. То есть у нас люди выяснили, что у нас у медного всадника зрачки в виде сердечек, но на самом деле это еще традиция древнеримская. О, да. Здесь, конечно, потрясающе имитируется дерево, а это ведь на самом деле гипс. Да. Это дверь церкви Сен-Маклу в Руане, середины 16 века. То есть вот в циркуле у нас такая история скульптуры на таких лучших слепках. Вот, кстати, тоже старинный слепок, который находился когда-то в вестибюле, в парадном пюже, знаменитый Милон Кратонский. Тоже такая культовая скульптура уже в 18 веке. Когда не покормил кота. Друзья мои, в конце по традиции, значит, что нужно сказать. Во-первых, некоторые из вас, возможно, обратили внимание на мою футболочку и хотят спросить, где такую купить. Купить у меня. Я сделал мерч свой, там не только футболочки, там еще есть и худи. И, в общем, сейчас пока такая отдельная будет процедура с приобретением, не так, как с книгами, потому что мы пока только обкатываем этот процесс там с размерами и со всем остальным. Тем не менее, залезайте на сайт, будет вам счастье. Там же вы можете, опять-таки, приобрести все мои книжки. Три штуки на данный момент. Путеводитель «Невский с перцем», автор «Социальный роман Корень» и книга про пиар во время русско-японской войны. Экскурсии в Петербурге идут раз в неделю, по понятным причинам. Не май месяц, на выходных. Но вот в Москве у меня будет очень мощный следующий заезд. С 16-го в пятницу вечером вы просили, вы и хотели, и вот вам, пожалуйста, лекция про великого князя Михаила Александровича из серии «Романы Бесоплей. Последний император». В субботу две экскурсии и в воскресенье, наконец, у меня в этот заезд я решил все свои мечты реализовать, поводить по тем местам, где я либо ходил, но не так, как хотел, либо вообще не ходил никогда. То есть мы погуляем, наконец, в Хамовниках, мы погуляем в тех переулках, которые находятся между Поварской, фактически, и Никитским бульваром. Там будет посвящение великому нашему Примакову и так далее. Все это вы можете узнать у меня на сайте, ссылка на который находится там. Значит, еще раз про Академию художеств и ее музей и так все понятно. Google, Яндекс вам в помощь. На этом все. Ходите на экскурсии, ходите в музеи, в том числе в малоизвестные, как этот. Оставляйте комментарии. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова